Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули у нас сегодня в Мукбанг, заказала роллы из одной из моих любимых доставок. Здесь очень вкусная Филадельфия, безумно просто вкусная! Также взяла спайсы с креветкой, жареные, вот такие вот с шапочкой и крабом. По-моему, они с крабом, давайте проверим. А, нет, они с красной рыбкой. И мне, как всегда, положили очень много васаби. Посмотрите, сколько здесь! Давайте уже начнем его кушать, а то постоянно я его выбрасываю. Вот так вот он выглядит. Я не ела роллы. А, нет, вру. Вру и есть доказательства. У меня есть влог, где я кушаю роллы вместе с парнем. Мы пошли, и вы знаете, в тот день столько людей я встретила своих подписчиц. Это, конечно, нечто. Я просто живу в стране, где население 10 миллионов. И мои видео смотрят стабильно 50 тысяч. Поэтому, следовательно, очень много подписчиц своих я встречаю. Мне это безумно, конечно, приятно. Но порой, когда я думаю о том, что если у меня будет очень большая аудитория, это просто на каждом шагу я буду встречать своих подписчиков. Когда ты, например, в одной стране, а твои подписчики в другой, это немножко другие ощущения, нежели они везде, они где-то рядом. Итак, давайте приступим. У меня прям слюнки текут, настолько мне хочется покушать роллы, прям руки дрожат. Давайте начнем с вот этой. Обычно вот такие я всегда брала с крабом, а здесь они с красной рыбкой. С форелью, как я понимаю. Макаем немножечко. Шапочка с сыром и с майонезом. Еще одни из моих любимых. Это спайсы с креветкой. Выглядит очень прикольно. В начале этого месяца, если вы помните, почти каждый день я снимала для вас мукбанки. У меня было безумное желание снимать. Потом я выложила видео про квартиру, и мне начали писать. Вот, ты снимаешь контент, потому что ты хочешь окупить квартиру. Тебе нужно платить за ипотеку за рассрочку, если быть точнее. И вот эти слова немножко, как вам сказать, убили во мне желание снимать на какой-то период, если честно. Потому что это несправедливо. Поэтому, как часто у нас с вами будут мукбанки, я честно не знаю. Загадывать боюсь. Посмотрите, какая огромная Филадельфия. Безумно вкусная и нежная. Именно в этой доставке. У меня парень тоже очень любит роллы. И мы с ним должны были пойти на завтрак. А потом так получилось, что мы очень поздно встали. А завтраки у нас дают только до часу. Что это такое? Только до часу мы пошли наелись роллов. И мы ели... Ели просто место нашла. Чтобы усовершенствовать свой азербайджанский язык, я начала смотреть турецких блогеров. Гениально. Я смотрю двух девочек. У одной 2,5 миллиона. У другой там 900 тысяч. Я заметила, что у каждой из них есть браслетик Пандоры из новой коллекции. Вот это то, что сердечко. Я вообще никогда Пандору не любила. Даже когда она была на пике популярности, я не видела смысла вообще в ней. Абсолютная была, знаете, антипатия. Не то, что все равно. Просто у меня была антипатия. Поэтому никогда в жизни нельзя говорить никогда. Я вот всегда думала, никогда не буду покупать себе Пандору. Начала смотреть этих блогеров. Мне настолько начало нравиться, как это смотрится на руке. У них еще там другие браслетики вместе. И мне так захотелось Пандору. Я сначала хотела заказать из Турции. А потом мне парень сказал, давай сходим и купим прямо здесь. Я хотела с обычным сердечком. Но моего размера в этом магазине не было. Поэтому пришлось взять модель, которая чуть дороже стоит. Но тоже очень красиво. С камушками. В общем, сходили, купили. И хожу я два дня такая счастливая. Поэтому никогда. Нельзя говорить никогда. Потому что вкусы меняются. Взгляды на жизнь меняются. Это вообще все меняется. Вот сейчас у меня в голове есть такая мысль, которой я никогда не делилась. Вот мне всегда жалко тратить деньги на косметику, на какие-то бренды, если это стоит дороже, условно говоря, 35 долларов. Я считаю, что в middle сегменте сейчас настолько большой выбор, что можно найти это же средство. Я не говорю идти покупать какие-то китайские подделки, какие-то ноунеймы. Хотя в последнее время и на это я подсела. Ну, в общем, не суть. Суть заключается в том, что альтернативу можно найти в более дешевых брендах. Мне как бы хочется это озвучить. А потом я думаю, мало ли что, потом я тоже подсяду на эти бренды. Сейчас речь идет там про Dior, про блеск Road от Hailey Bieber. Возможно, для моего кармана это как-то дорого. Но я заметила в тиктоке, что есть девочки, которые копят, копят несколько месяцев, чтобы потом купить тебе сумку дизель, например. В общем, мне жалко. Вот у меня есть пару там брендовых каких-то косметических средств. И они никаким образом не отличаются от middle сегмента. Я не говорю mass market, middle сегмент. Каждому, конечно, свое. Кто-то получает эстетическое удовольствие от того, что открывают эту упаковку. Что все вокруг видят какой-то бренд. И еще есть такие люди-минималисты. Им, например, не нужно 500 помад, 500 хайлайтеров и так далее. Они покупают один какой-то брендовый и пользуются им на протяжении долгого периода. Так вот, меня отнести к таким людям просто невозможно реально. Я все назаказываю. И вот в последнее время скачала приложение TEMUM. И я в шоке просто от цен. Там серебряные изделия стоят ровно в три раза дешевле, чем у нас. Это настолько выгодно. Я уже сделала два заказа. Там бесплатная доставка. Цены просто бомба. Например, косметика Мяслин. У нас стоит в два раза дороже, а там есть официальный магазин Мяслин. Там есть официальный магазин Disney, Minnesota и так далее. То есть все это можно там заказать и очень бюджетно, девочки. И самое главное, я вот допустила ошибку, про которую говорила и на том канале здесь тоже скажу. При первом заказе после скачивания можно использовать промокод, который вам дает 30% скидку. Я, честно, про это абсолютно не знала, просто потому что мне никто об этом не сказал. И, естественно, этот промокод я не использовала. И, к сожалению, больше его использовать не смогу. Но вам, если вы первый заказ делаете, оставляю свой промокод. Вот так вот он выглядит. Вы можете его использовать на первый заказ. Просто зайдите и посмотрите, какие там крутые вещи и как все дешево стоит. Начиная там от очков, каких-то аксессуаров, заканчивая, не знаю, там, одеждой. Просто такой момент. Я сейчас еду в деревню, ну, как сейчас, наверное, через пару дней. А я столько всего заказала, девочки. Это и косметика, это и аксессуары, это и для дома. Сумочку себе взяла. Короче, настолько все бюджетно, намного дешевле, чем на шейн. Если вот в общем брать, я очень много чего заказываю с Тренд Йол. Но на Тренд Йол больше оригинала, так скажем. А там больше реплики, чистый такой Китай. Тренд Йол это больше турецкие товары, лучшего качества, если честно, чем сравнивать с тем. Но все же попробовать стоит. Короче, мне все писали про это. Я думаю, что все помешались. Я как тормоз. Я вот последняя должна все это попробовать. Если вам интересно, пишите. Я вам и распаковку сниму. Вот действительно, цены ниже, чем в тему. Я реально ниже не видела. Плюс еще. Вот эти цены, которые вы видите. В результате вы получите товар намного дешевле. Потому что там еще дают купоны. Условно говоря. Я, например, на 80 долларов сделала заказ. И получается на 50% получила скидку. Еще заплатила всего 40. Как-то так. Ссылочка вся будет внизу. Обязательно переходите. Если я буду пропадать, все со мной замечательно. Все хорошо. Жизнь двигается. Просто для съемок действительно мне нужно вдохновение. Иногда бывает, вот прочитаешь какой-то комментарий. Прямо настроение портится. И прям снимать не хочется. Еще, кстати, такой момент. Некоторые писали в комментариях. Ой, ты последнее время ничего не говоришь про парня. И так далее. А что мне рассказать? Я не знаю даже, что рассказать. Но, в общем, все хорошо. Все замечательно. Мы познакомились с его семьей. У него замечательная семья. Об этом даже был влог. Все двигается. Все хорошо. Я безумно счастлива. Так что не беспокойтесь. На этом все, мои хорошие. Всех люблю. Целую. С вами была Айка. Пока. С вами была Айка.